На протяжении истории Иордания была важным наземным мостом между Африкой, Азией и Европой. Многие пророки, упомянутые в Ветхом Завете, Библии и Священном Коране, связаны с Иорданией. Они либо жили, либо путешествовали по этой земле. Популярной достопримечательностью в окрестностях Амманы в Иордании является Асхаб-ль-Каф, или Пещера Спящих. События, связанные с этим местом, упоминаются в Священном Коране, 18-й суре Аль-Каф, Пещера. Преследуемая соплеменниками за единобожие и повиновение Всевышнему, группа благочестивых юношей укрылась в этой пещере. Чтобы уберечь их, Всевышний Аллах погрузил молодых людей в глубокий сон, а когда они проснулись, 309 лет спустя, то подумали, что спали только день или около того. Вместе с юношами в пещере оказалась и собака по прозвищу Китмир. Коран сообщает поразительные особенности условий, в которых пребывали спящие. В пещере всегда поддерживался свежий воздух, а солнечные лучи не вредили молодым людям. Всевышний защитил верующих от зноя и холода, от жажды и голода. Их тела сохранялись здоровыми, и пребывание в пещере на протяжении многих лет никак не навредило им. Как такое стало возможным? Ответ без сомнения известен лишь Аллаху, а мы попробуем рассмотреть биологическое чудо людей пещеры более подробно. В случае с людьми пещеры Всевышний Аллах заботился о них, постоянно меняя их положение. И Он ясно заявляет об этом в 18-й суре Корана, аят 18-й. «И ты, о смотрящий, подумаешь, что они, юноши пещеры, бодрствуют, а они в действительности спят. И мы переворачиваем их направо и налево. А собака их растянула лапы на порог. Если бы ты посмотрел на них, то обратился бы от них бегом и переполнился бы от них страхом». Слово «бодрствуют» упоминается для того, чтобы обратить наше внимание на их прекрасное физическое состояние, в том числе сохранение зрения. Ученые предполагают, что люди пещеры часто моргали. Всевышний Аллах сохранял их глаза от слепоты путем моргания. Поэтому если бы кто-то увидел людей пещеры в тот момент, человека охватил бы ужас, поскольку они выглядели словно не живые и не мертвые. Они спали, но их глаза моргали. То есть эта сура Корана напоминает нам о могуществе Всевышнего Аллаха, призывает нас доверять Аллаху и предаться Ему, чтобы мы могли быть защищены от искушения. Субтитры создавал DimaTorzok